В этом видео хотелось бы запустить No Man's Sky Уже после появления первого крупного контент-обновления В котором добавлены два дополнительных режима Постройка баз, самостоятельное создание крафта ресурсов Выращивание растений для получения новых ресурсов В общем, немножко всякого понавводили Так, запускаю я No Man's Sky, эту версию 1.1 На слабом ПК Посмотрим, ну давайте первоначально все-таки посмотрим на производительность А потом уже все-таки второе видео я сделаю И там уже обзор контента Ну немножко сейчас посмотрим контент Но в основном это, конечно же, тест производительности Чтобы видео слишком длинно не получалось Так, на каком ПК я запускаю? Потому что, напомню, No Man's Sky, кстати, достаточно-таки требовательная игра Хотя графон там не какущий Так, ProCF X6300 Шестиядерный, 3.5 Но я два ядра отключил В общем, здесь четыре ядра То есть фактически на четырех запускаю Так, оперативки 4 гигабайта Но очень-очень важно в No Man's Sky поставить файл подкачки Потому что вот я первый раз запускал Мне, знаете, что сказала игра? Ну и тем более видеокарта У меня 550T, гиг, DDR5 памяти Ну, 1 гигабайт памяти, в общем Я такой запускаю No Man's Sky Первый запуск Она мне такая говорит Так, стоп, вы не... Ну, как бы у вас проблемы У вас всего лишь 4 гигабайта оперативки А нужно для игры минимум 8 Да, это действительно так и есть Такие требования у игры Я такой думаю, ничего себе Думаю, ну все, фигня, не запустится В итоге, окей, нажимаю, пошло Но еще одна табличка В которой написано Для игры нужно у вас только 1 гигабайт видеопамяти А нужно минимум полтора Я такой думаю, ну блин, все, теперь точно не запустится Нет, нажимаю, окей, запустилось Правда, первоначальная генерация галактики шла Ну, минут 5 это точно Даже, наверное, больше Но все-таки все запустилось Я попытался, да, на четырехе оперативки Четыре ядра Но, правда, а нет, уже поддерживает И без SSE 4.1 Короче, четыре ядра, четыре оперативки Видеокарта 550T на 1 гиг Все запустилось у меня Только сейчас давайте смотреть на производитель Сколько FPS Но вначале я получил немного Но можно разрешение уменьшать Поэтому посмотрим Удастся ли получить Тут, учитывая то, что Примим и FPS Учитывая то, что Уже все патчи есть Сколько там? Их вроде бы три Или сколько было? Я не помню уже патчи Патчи были Которые, да, как-никак Но оптимизон довели немножко И все-таки Давайте посмотрим На этой системе я еще не раз Не запускал И посмотрим, как вообще будет Какой FPS Так, хорошо Систему вы видели Это слабый ПК На котором я запускаю игры А, скажете сейчас Блин, да что ты со своим No Man's Sky? Что ты этот порожняк Позоричный Который, блин, уже все давно Обругали Обложили всем, чем только можно Нет, стойте Я про Watch Dogs Помню Я знаю Он вышел Сейчас уже примерно Знаю ситуацию Что с ним, да как Технические проблемы есть Особенно не запускается На двухъядерных порцах Черные экраны Поэтому все буду делать Но уже завтра У меня докачается Вот Watch Dogs И завтра начну Запуски На слабом ПК И все дела Надеюсь, что все получится Ну так, как я запланировал Сегодня, да Я лучше подожду Да, не получилось Но я особо, так сказать Не унываю Наоборот, сейчас соберу инфу То, что пишут Игроки, которые уже успели запустить Уже, кстати, посмотрел Вижу основные проблемы Но я думаю, все будет завтра А пока запущу Новый Майн Скай Потому что на самом деле Крутейший перспективный проект Я продолжаю на этом стоять Да, разработчики лоханулись Вначале пустоватую выпустили Но сейчас неплохой контент Занесли Ну, правда, это за три месяца Более того, уже игроки Заметили наличие баги в машине То есть будет наземный транспорт Сделают, еще что-то Не спорю Возможно, на доработку уйдет год Но если бы они просто Жопошники Сраные Сказали Ребят, вот вам ранний доступ 20 баксов Все И не было бы никакого Этого адского ужаса Точно такая игра И никто бы слова не сказал Бо все б сидели По чуть-чуть Тестили бы Они бы получили бы Миллион тестеров И все нормально было бы И через год Там полтора Допилили бы полностью С базами С транспортом С хорошим космосом С базами космическими С нормальной выживалкой Но, к сожалению, лоханулись Но это не делает игру плохой Кстати, отмечу Все-таки давайте пробовать Хотя, все-таки Оптимизона в ней еще пока Очень требовательна к железу Ладно, хорошо Заговорился немножко Давайте, запускаю Так, стоп Запускаю Но первоначально, конечно же Подготовка на слабом ПК Все, отрубаю Все, что возможно Обязательно отрубаю Сейчас, секунду Да, вот Советы и рекомендации Я все не буду перечислять Вы просто смотрите А то я в каждом видео Перечислял Скоро расскажут Задолбал уже Сделаю отдельную статью Вот, когда чуть больше Еще подсобираю советов Но это основные На слабых ПК Если хотите Вот, уже не вдаваясь В супер тонкости А вот просто основа Вот, которую нужно сделать Все, отрубаю Все ненужное Отрубаю Тему Аэро Потому что она жрет Ресурсы Ставлю обычную классическую Жрет ресурсы Причем видеокарты Так Что еще Отрубаю Антивирус Который поджирает Процессор Так, так, так Вроде бы Все отрубил Осталось Почищу только Оперативку Такая программка Чтобы не перезагружать Комп Вот она мне 203 мегабайта Еще освободила Так Что у меня там Получается Сейчас оперативки 782 Всего лишь занято Нормально Семерки Ну просто немножко Да Потому что Запись видео Но да Я же покажу вам FPS и без записи Ну скажу По крайней мере На словах Окей Хорошо Запускаю Все А вот Кстати Это наверное Будет перед каждым Запуском Смотрите Вот сейчас я закрою А блин Закрыл Ладно То есть было Там 4 гигабайта Оперативки А вот еще Говорит Типа У вас 550 гиг памяти А нужно Минимум Полтора А видеопамяти Но Нету И ничего Жму И начинается Запуск Ну давайте Немножко Посмотрим А кстати Первый запуск У меня был Ну поскольку 8 гиг оперативки Игра минимум Требует У меня первый Вот я уже Сохранился Значит Три режима Есть Нормальный Это обычный Стандартный Который был на старте То есть там Вы просто Стандартное Количество ресурсов Сколько стоит Сколько их есть Все стандартно Потом выживалка Появилась Здесь у нас что Выживайте С ограниченными Ресурсами С какими то еще С чем то Более С более сильными И агрессивными Врагами Это выживалка Выживалку еще не пробовал Но я взял Креативный Креативный режим Здесь неограниченные Что Так 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 Не Так бесконечное здоровье И ресурсы И здание Ничего не стоит То есть Ну я вам просто Хотел показать Ну Ладно Раз уже начал здесь Хотел показать Немножко Что там По строению зданий В процессе Сейчас теста ФПС Что хотел сказать Посмотрите Вот нижняя строка У меня оперативка У меня в процессе Первого запуска Да и сейчас Я думаю будет Дошло до 9 с половиной То есть Вот оперативка Нижняя строка 2.4 Сейчас вот А у меня 4 всего У меня было 4 загружено А справа 5.7 Это плюс еще файл подкачки 4 Вот 1.8 Сейчас под 2 гигабайта Еще файла подкачки Я файл подкачки Десятку поставил 10.5 Очень важно Потому что без файла подкачки У меня бы игра не запустилась То есть Если у вас 4 гигабайта оперативки Даже если 8 Все равно желательно поставить Файл подкачки Игра очень много Жрет оперативки Ну все Сейчас вот смотрите 6 Сейчас в общем Дойдет до 9 Ладно Давайте сейчас загрузится И я уже Посмотрим Что там да как С фпсом Так Ну что я в игре Загрузка первая Да у меня было 5 минут Или больше А вот эта загрузка У меня уже была Около 2 минут Наверное Не больше 2 минут Загрите Моя первая планетка Такая вот Ну не первая Это креативный режим Тут ничего не стоит Ни ресурсы Ничего Но сгенерировалась Такая планетка И такая галактика Напомню Что в игре Процедурная генерация Всего сущего Что здесь только есть Есть только очень сложный Алгоритм Благодаря которому Каждая новая игра Совершенно новая Все заново Галактика Формируется Полностью все заново На данный момент Смотрите У меня такая вот Ландшафт Такая вот планетка Но это чисто Креативный режим То есть здесь чисто Постройка И давайте сейчас Посмотрим немножко Производительность Хорошо Так Опять же Не будем смотреть На выживалку На все дела Здесь чисто Производительность Я думаю Она одинакова Во всех режимах Потому что ну Код же один и тот же Запускаю Так хорошо Смотрите Что по оперативке Ладно Давайте с первой строки Видеокарта Загружена на 100% То есть моя тут 550T Сейчас секунду Давайте настройщики Зайду Да Пока английский язык Фигио Знает почему он Английский Здесь Ну ладно Мне в общем-то Это не так напрягает Не буду искать Сейчас Где он тут Что тут Хотя странно Вроде бы должен был Быть русский А там наверное Есть Это Блин Лаунчер В этом В папке с игрой Да точно Забыл Но да ладно Так Пока запустил В рамки Потому что Объясняю Почему еще раз Запускаю в окне Потому что Не работает тогда Мониторинг Он нужен И только в окне К сожалению Только так пока Так Пока у меня Full HD 1920 на 1080 Вертикалку Само собой Отключать нужно Так В крайних случаях И только Включать Пробовать Так Сглаживание Обязательно отрубаем Жрет нечеловеческий Тормоза адские Начинаются Анизотропия Даже 400 И давайте Уберу Все таки Надо было ее Сразу убрать Ой Единицу Можно Минимум поставить Окей Низко 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 Все низко И ограничение ФПС 60 Поставил Конечно же Так Надеюсь Мне не попросят Перезагрузить Нет Не попросил Отлично То есть Все супер Низко Поставил Давайте Заходим В игру Сейчас Вот Вместе С записью Видео Сколько мне Показывает Ну 16 18 ФПС Маловато Конечно На этой Системе Сейчас Секунду Попробую Без 20 Даже 20 Без Записи Видео Секунду Ну То же Само Не Есть Наверное Все таки 2 3 Все таки Кадра Да Поджирает 20 У меня Была Также Не смотрите На Графен Потому что Реально Он здесь Очень Ну Супер Низких Настройках Он Реально Поприятней А с Модами Блин Еще Круче Я Уже Рассматривал Больше Двадцатки Модов Очень Круто Ну Как Видим Что Мне Видюха Она Полностью Прогружена Фактически Проц Где-то Наполовину Всего Лишь Ну Низкий ФПС Проц Наполовину Прогружен И Оперативка 3 гигабайта Вот 2.9 Жрет Оперативки А вместе С подкачкой 6 То есть 4 Оперативки Игре Никак Не хватает Она Просто Не Запустится Так Да Еще В прошлом Видео Не Сказал Все Так Видео Память Там Тоже Была У меня Полностью Прогружена На Гиг Сейчас Смотрите Меняю Разрешение Просит Перезагрузить Игру Поэтому Приходилось Перезагружаться Что В итоге Нормально Снизил Разрешение До HD И Я Получил 30 ФПС Причем Что Интересно Конечно На Старте Без Всех Этих Патчей Такого Было Такой Производительности Были Очень Сильные Просадки На 15 Кадров Без Проблем Все Падало Ниже Двадцатки Даже На Игровой Системе Которую Я Запускал Были Проблемы А Сейчас На Такой Слабой Системе 4 Ядра 4 Гига Оперативки И Видеокарта 551 Гиг Видеопамяти Смотрите Да Есть До 25 Были Просадки Но Под Тридцатку Ну Сейчас Давайте Пройду А Давайте Без Записи Видео Запись Видео Просто В любом Случае Пятерку Точно Съедает Здесь Кадров Поэтому Смотрите Как минимум Пятерку Еще Можете Прибавлять Потому что У меня Даже 35 Показывало Что Под 40 Даже То Просто В HD Разрешение То Соответственно Можно Побольше Получить Кстати Давайте Немножко Ресурсов Соберу Органика Да Конечно Игра Просто Супер Наконец Дождались Первого Этого Контент Обновления Постройки Базы Разберу Их Очень Подробно В следующем Видео Но Пока Тест Оптимизона Что У нас По Мониторингу Давайте На 90% Видюха Загружено Дальше Так ФПС Поднялся Под Тридцатку Даже Больше Тридцати Проискачет Проц 90 Даже Бывает 80 90 ФПС Поднялся Проц Загрузился Сильнее Больше Обрабатывать В секунду Различных Деталей Так Дальше Оперативки Жрет Под 3 Гигабайта С подкачкой 6100 Ну то есть Как видим 4 Никак Не хватит Не забывайте Ставить файл Подкачки Ну и в общем Такие вот дела Вполне себе Неплохой Оптимизон Уже сейчас Наступил Хотя Казалось бы Чему тут Жрать Минимум 8 гиг Оперативки Хотя я и на 4 запустил И вы можете Но с другой стороны На самом деле Все это Прогрузить Я не спорю Сейчас графен Никакущий Да и вообще Дизайн Не многим Это нравится Такой Но в то же время Не знаю По моему Неплохо И весь этот То есть Все это Исследование Которое здесь Заложено В игре Очень круто Поэтому конечно же Буду продолжать Раз все таки Разработчики Вернулись к игре Все таки Продолжают Ее допиливать Потому что Они же не сумасшедшие Такой потенциал Растрачивает Да Их там Весь мир на них Просто На этого шона Мира Я нагонял Там такой Такими словами И всем Всем где только Ну во всех Его аккаунтах Конечно Его можно понять Можно было вслиться Там даже руки На себя наложить Ну или так По крайней мере Расплакаться Но нет Все таки сидели Три месяца Допилили контент Первый DLC Такое крупное Ну посмотрим Посмотрим Так В общем Давайте сейчас Еще гляну Есть ли какой Разрешенец Вроде наверное Не было больше Но смотрите Не делайте первые выводы Что якобы Что-то такое Мультяшное Неестественно Фантастическое Тут есть крайне Разнообразные ландшафты И с травой И со всем Просто здесь Сформировалась У меня на планете Такая Ну то есть Я оказался На такой планетке Вот какое-то Существо Живое Какие тут Пещеры есть Вы просто Не представляете Мне просто Первое время Когда играл Три месяца Мне просто Нравилось Ходить по планете Ходить Исследовать Можно подлетать Вот так вот Очень офигенно Сейчас упаду Не Не получил Повреждения Окей Секунду Сейчас еще Разрешение гляну Так Ну минимально Есть 640 на 480 Но я не думаю Что кто-то В таком будет играть Но давайте Все-таки Запущу И посмотрю Сколько будет Максимум фпс Ну я думаю Возьму что-то Среднее Потом и скажу вам Сколько будет Допустим На 1024 на 768 Потому что На таком более вероятно Что кто-то будет играть Ну ладно Давайте По максимуму Возьму Ну вот 640 на 480 Сейчас все равно Попросит игру Наверное Перезагрузить Скотина Ладно Секунду Так Ну что Перезагрузился 640 на 480 Разрешение Да В 60 фпс Вот у меня под 60 Показать без проблем Еще сжирает этот Как его Запись видео Вот здесь пятерку Или даже больше Может под десятку Ну вот смотрите То есть на своей системе Я 60 фпс Даже получил Давайте побегаю Потому что изначально Были Без патчей Были такие просадки Фпс Я не мог получить 60 Вообще То есть Никак Наверное Ну хотя Запускал на компе Который был Значительно мощнее Это 6 ядерный Прост 12 гиг оперативки И видеокарта Уровня 660 То есть Ну смотрите Что сейчас Кстати Оперативная Все равно То же самое Жрет 3 оперативные А вместе с подкачкой 6100 То есть еще 3 файла подкачки Жрет Видеокарта Все равно прогружена На 70-80% Так Прост кстати Стал еще больше Загружен Потому что Фпс поднялся Нужно больше Информации в секунду Обрабатывать Не графической А различной Такой Вычислительной И поэтому Проц Вот сейчас И реально Прогрузился На 100% Поэтому я Чисто теоретически Могу вам сказать Что Игра запустится На двухядерном Проце Даже на 2 гигабайтах Возможно Оперативки Но очень долго Ну подольше Будет Загрузки Будут ощутимо Дольше Единственная Видеокарта Вот 550T Ну или может На более слабых Теоретически Могу попробовать И на 630 Давайте потом Попробую Следующее Или завтра Видео сделаю На супер Слабом ПК Попробую запустить На 2 ядрах Или может Даже сейчас Попробую 2 ядра 2 оперативки И 630 На гиг DDR3 Тоже можно Попробовать Почему бы и нет То есть Раз я тут Удалось Получить Получить 60 фпс Соответственно И скорее всего Можно Еще на более Слабой системе Пытаться Пробовать Запустить Так Ну наверное На этом пока Буду заканчивать Как вы Ну вы видели Что Если у вас Система Хотя бы такая Или чуть лучше Можете уже На HD Играть Получить своих 30-40 фпс И вполне себе Норм Бегать Здесь Ну и дальше Конечно же Буду По игре Делать видео Потому что Нужно изучить Базы Что там С постройкой Потом Выживательный режим Хочу посмотреть Что там С ресурсами Насколько там Враги Эти более Враждебными Стали Ну окружение И так далее Так Ну наверное На этом пока Все Это был Такой первый Запуск На слабом ПК Даже не Супер слабом А просто На слабом Еще сделаю На супер слабом ПК Но Мэн Скай Уже с первым Контент Апдейтом В котором Ввели Постройку Базы Еще Два Дополнительных Режима Игры Ну как И в Майнкрафт Тоже Похоже Есть Креативный Одиночный Там Сетевуха Все дела Но сетевухи Здесь пока Нету В Ноу Мэн Скай Ладно Не забывайте Смотреть На ссылки В описании Там Добавлю Плейлист С модами Которые Я рассматривал Три месяца Назад На игру Статью С советами Рекомендациями И еще Что-то Интересное Ну плюс Конфиг Комба Само собой На этом Пока Все С вами был Алекс И сайт Rempc.by Спасибо За просмотр